Если звук «р» в словах не хочет раскатисто звучать, то родители ведут ребенка к логопеду. Но не все знают, что функции этого специалиста гораздо шире. В его обязанности входит исправлять речевые дефекты своих подопечных, которые могут возникнуть в разном возрасте. Они только ставят звуки, ставят речь полностью. И словарь формируют, и связанную речь формируют. Учат читать, учат писать. Надежда работает логопедом в школе более 10 лет. Первое медицинское образование ей очень помогло в освоении профессии учителя-логопеда. Работу с детьми она считает очень нужной и полезной не только для самих ребят, но и для себя. Мне очень интересно общение с детьми. Не только я их учу чему-то, но и они меня учат радоваться жизни, быть непосредственной. Но они очень любвеобильны, дают мне силы и любовь свою. Обучая детей правильные грамотные речи, Надежда как педагог всегда заручается поддержкой родителей. Дома ребенок тоже должен тренироваться и повторять пройденный материал, чтобы результат коррекционной работы был более высоким. Помощь родителей обязательно нужна, потому что ребенок маленький, и ему нужно видеть, что нужно маме и папе, чтобы он хорошо говорил. Надежда старается сделать занятия с детьми интересными и познавательными. Различные обучающие программы и интерактивные технологии стали уже привычным делом на дополнительных уроках. И ребята с удовольствием откладывают тетради в сторону, чтобы понажимать на кнопки компьютера. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Сарова, 24.